Санкционные риски со стороны США нужно снижать через переход к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем, отметил дипломат. Больше систем, хороших и разных. Кто бы спорил, проблема здесь вполне очевидна. Речь идет о создании нового стандарта, причем либо стандарта глобального, либо хотя бы макрорегионального. Стандарт – это ресурс. Причем ресурс, за обладание которым не грех и войну развязать, так как обладание им дает уверенность в будущем. Однако создать стандарт может далеко не каждый. Просто в силу его ценности. Его мало создать, его нужно защитить и удержать. Устоявшийся стандарт невероятно сложно заменить на другой, скажем, Советского Союза нет уже 30 лет, а советские стандарты вооружения остаются востребованными даже в тех странах, которые, казалось бы, давно забыли о нем. В общем стандарты – это вечный хлеб. Ну или почти вечный. Собственно о них и говорит Лавров. И совершенно не случайно он говорит о них в интервью китайским СМИ, современная Россия уже не способна на создание новых стандартов в силу своей глубочайшей деградации. Но вот если бы кто-то их создал, то Кремль готов попытаться перейти на них, чтобы, как говорит Лавров, снизить санкционные риски. Строго говоря, Лавров предлагает для нашей страны избавиться от западной кабалы, попав в кабалу китайскую. Что лучше, неизвестно. Для самой российской знати, возможно, это был бы выход. Она в силу сложившихся обстоятельств критически зависима от Запада, так как наворованное у страны и народа нужно где-то и в чем-то хранить. И приходится хранить именно на Западе, где риск конфискации достаточно велик. А потому возникает объективная необходимость распределить риски. И если будет создан китайский платежный стандарт, снизить их за счет присоединения к нему. Правда за все нужно платить, и понятно, что Китай так просто и в порядке благотворительности не станет сотрудничать с российскими ворами. Чем-то придется заплатить. Возможно, частью наворованного. Возможно, передачей в бессрочную концессию еще не до конца разграбленных природных и национальных богатств страны. Возможно, тем и другим одновременно. Но российским гангстерам особо некуда деваться, любовь с Западом не случилась, хотя надежды на нее и существовали. Правда, неясно, с чего бы взяться обоюдной любви с Китаем, но у банкрота с лобикой всегда не важно. Он хватается за любую соломинку. А Кремль – банкрот, полный и бесповоротный, отсюда и столь радикальные предложения, деваться-то уже просто некуда.